Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первый из этих комментариев заключается в том, что понятие управления в московском металлогическом кружке начало разрабатываться в середине 60-х годов Это довольно сложный переходный период в работе Кружка и самого Георгия Петровича, потому что, с одной стороны, произошел переход от преимущественно ориентации на теорию мышления в, если хотите, такой операционалистской трактовке. В трактовке, которая возникла в рамке разработки новой логики, предполагала, что будет произведена достаточно сложная исследовательская работа с продуктами мышления, с текстами и операционализация мышления за счет довольно системной обработки. Работки материалов, мышления различных этапов исторического развития человечества к теории деятельности. Вообще, эта история про теорию деятельности требует отдельного генеалогического дерева. Я как раз сегодня утром с коллегами обсуждал, как его можно было бы построить, потому что, на мой взгляд, в истории европейского рационализма было по крайней мере пять разных программ построения теории деятельности. И то, что Московский методологический кружок делал в 60-е годы, было результатом довольно специфического синтеза нескольких линий развития философских представлений о деятельности. И вот в этом контексте, в середине 60-х годов, возникает очень специфическое понятие управления. Ну вот здесь сидит Павел Баранов, он хорошо знает, что понятие управления кристаллизовалось в дискуссиях между Лефевром и Щедровицким. Оба этих представления опирались на представление о рефлексии и закладывали в основу управленческого мышления довольно сложный концепт, связанный с мыслительной организацией человеческой деятельности. Затем, в 70-е годы Георгий Петрович уделял большее внимание теории коммуникации, это отдельная тема, мы ее сегодня касаться не будем. Но прикладное значение этих разработок стало понятным уже только в 80-е и даже скорее в 90-е годы, когда Георгий Петрович уже фактически перестал активно работать и стали работать его многочисленные ученики и последователи. Лекции, которые стали основой для этого издания, читались в начале 80-х годов, читались они контингенту руководителей атомной отрасли в Институте повышения квалификации Минэнерго. И я написал в предисловии несколько фактических данных о том, какие сложные задачи и проблемы стояли перед этим профессиональным сообществом именно в период конца 70-х, начало 80-х годов. Лекции читались параллельно с игрой. Игра называлась «Вступление в должность директора управления строительством атомной станции». И Георгий Петрович параллельно с чтением лекций проводил, можно было бы сказать, такие активные занятия по самоопределению вот этого контингента. Ну а чтобы вы себе представляли, я сам лично, так случилось, участвовал в этих мероприятиях. Чтобы вы себе представляли, в те времена в Советском Союзе у директора управления строительством атомной станции обычно это были площадки, где строились 5-6 атомных станций подряд. В основном это были объекты и площадки, расположенные на территории нынешней Украины. Запорожская станция, Хмельницкая станция. Но чтобы представить себе масштаб этой деятельности, сегодня каждая такая станция, она стоит несколько миллиардов долларов. И построить 4-5 объектов на одной площадке, это значит, ну грубо говоря, освоить объем ресурсов, сопоставимый с 10-15 миллиардами долларов. У среднестатистического начальника управления строительством было 16 заместителей. И вот этих заместителей, заместители по административно-хозяйственной части, по транспорту или по финансам, отправляли учиться в Институт повышения квалификации Минэнерго. И даже в тот поток, собственно, которому читались эти лекции, в обучении участвовали два настоящих начальника управления строительством. Ну, по советским меркам, это были генералы индустрии. Я, уже будучи несколько лет в Росатоме, я имел возможность с некоторыми из вот таких генералов этой атомной отрасли Советского Союза пообщаться, хотя они уже находились в преклонном возрасте. Вот, но это тоже довольно специфический контингент людей, которым удалось осуществлять проекты подобного масштаба. Вот им Георгий Петрович читал лекции. Вы прекрасно понимаете, кто имеет дело с системой обучения взрослым, что такое читать лекции практическим управленцам. Они, естественно, ну, мягко говоря, держат кукиш в кармане, вот, слушают вас в полуха, потому что, ну, а что вы им можете рассказать по сравнению с тем опытом, который есть у них. И игра, которая так и называлась, вступление в должность начальника управления строительством, Георгий Петрович предлагал им разыграть ситуацию, в которой приехал новый начальник управления строительством на стройку. При этом у всех собравшихся были документы по работе контрольных органов Советского Союза на конкретной стройке, в которой было написано, с какими проблемами сталкивается строительство. По темпам, по изменению бюджетных характеристик, по реализации тех технических параметров объекта, которые нужно осуществить. И вот, имея на руках работу, так сказать, контрольных органов Советского периода, они должны были прямо здесь, в комнате, рассказать, как они будут действовать, приехав на новый объект и столкнувшись с соответствующим комплексом проблем. Ну, опять же, не секрет, и сегодня мы мало чем отличаемся от Советского Союза, значит, ну а что делает руководитель? Он собирает совещание. Ну, надо собрать совещание тех, кто работал на этой площадке до появления нового, до назначения нового руководителя. Для того, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на стройке. Георгий Петрович говорил, ну и вот давайте собирайте совещание. Они начинали прямо здесь собирать совещание со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и, наконец, последний момент, конечно, в лекциях, помимо рефлексии вот этих игровых ситуаций, многочисленных историй и баек, которые очень любил использовать Георгий Петрович в своих лекциях, есть довольно большой массив мыследеятельностных представлений, которые он вводит в определенном порядке в систему мыследеятельностных представлений для того, чтобы, ну, как я сегодня говорю, сформировать рабочую антологию руководителя подобного масштаба. То есть рассказать ему о том, с какими объектами он сталкивается, как эти объекты устроены, почему они себя ведут тем или иным образом, и как можно и нужно действовать в подобных ситуациях. Я благодарен Артемию Лебедеву и студии за то, что они выступили альтер-эго фонда. Почему? Потому что я хочу вам сказать, что, конечно, фонд одного мыслителя – это довольно специфическая организованность. Я вот знаю, что, так сказать, сегодня ряд подобных немецких фондов издает какой-то сотый том гусарляны или сотый том хайдагиряны. Ну, я вообще плохо себе представляю, это можно, по-моему, делать только с немецкой педантичностью. И поэтому появление в нашей коммуникации профессиональных людей, которые профессионально занимаются издательской деятельностью и профессионально занимаются дизайном, безусловно, позволило нам немножко по-другому взглянуть на тот продукт, который мы обычно издаем. Вот, значит, предусмотрительная Андрей Русаков заготовила, значит, как выглядело предыдущее издание этой книги, а она уже испытала два издания и тиражи, там где-то по две, две с половиной тысячи разошлись. Совершенно понятно, что, конечно, то, что вы видите перед собой – это другой продукт, другой по типу, другой по подготовке, но об этом будут говорить те, кто этим занимался специально. Спасибо. Я так понимаю, что по протоколу я должен предоставить слово редактору. Галина Алексеевна, если вы что-то захотите сказать, вы скажете, потом вам. Правильно? Будем считать, что про Георгий Петровича вы рассказали все. Ну, что мог. Георгий Петрович родился в 1929 году. 23 февраля. Да, 23 февраля. И мы в следующем году, 23 февраля, будем праздновать одновременно. Отмечать. Отмечать, да. Ну и праздновать. Почему? 85 лет с момента его рождения, 60 лет с момента объявления первой программы Московского металлогического кружка, это произошло также в феврале 1954 года, и 35 лет с момента появления оргдеятельностных игр. Это произошло летом 1979 года. Вот такие три даты сходятся в одном году. Поэтому всех приглашаю на чтение, которое у нас традиционно проходит в этот день, 23 февраля, в гостинице, как она называется, я все время забываю, она раньше называлась Олимпик Пента, а теперь называется Ренессанс на Олимпийском проспекте. Да, Георгий Георгиевич уже немножечко его отнял. Часточку речи моей. Я еще раз хочу показать, с чего это все начиналось. И вот это было первое, такое же примерное издание, это второе издание 2003 года. Если мы сравним его с нынешним издание, то по толщине и по виду может показаться, что там что-то изменилось. Но что касается красоты и объема, об этом скажет Давид, верстальщик и дизайнер, а я скажу про текст. Нам не удалось как бы добыть исходный текст рукописи, распечатки, и поэтому мы в основном оправдались на вот это издание, вот этой серой книжечке. И, собственно, в самом тексте были очень значительные изменения, в основном такого корректирующего характера. У меня уже спрашивали, удалось ли нам разыскать четвертую лекцию. Дело в том, что и в это издание, и в новое издание четвертая лекция не вошла по очень простой причине. Мы не смогли ее найти. Значит, обзванивали, значит, переписывали с разными людьми, в том числе участниками этих лекций. Но нам не удалось найти даже конспект. Все-таки прошло уже 30 лет. Вот. Поэтому все подробно, в общем, написано про редакторскую работу в предисловии, но мне бы хотелось остановиться еще на одном моменте, который связан с теми схемами, которые представлены в этом издании. Значит, и в этом издании, и в первых двух изданиях все схемы были деконструированы редакторами. Те схемы, которые рисовал там на лекции Георгий Петрович, тоже не сохранились. Ну, видимо, переписчик не посчитал. Нужно мы их включить в руку. Вот. Часть схем, которые были в основном отрисованы с первого блока издания Георгий Петрович, Мщедровицкий, мы с Галиной Алексеевной изменили. Часть удалили просто, поскольку посчитали их неуместными. И про них ничего Георгий Петрович вообще в лекции их не говорил. Вот. И, может быть, две-три схемы мы добавили. Вот я хочу на это обратить внимание, потому что часто очень... Я уже видел такие ссылки на эту книгу, где на схемы ссылаются, как на схемы Георгия Петровича. Нужно учитывать, что это все-таки схема реконструирования. То есть, как бы, там, где указана ссылка на ту литературу, откуда мы эту схему брали, вот на эти схемы, они аутентичны, абсолютно они были изданы, редактированы еще автором при жизни, его при жизни статьям. А вот все остальные схемы, это схемы реконструкции. Вот. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Я думаю, что мы завершим, а потом будем отвечать на вопросы. Я сначала, потом. Да. Есть еще добавки. Хорошо. Мне кажется, что здесь важна такая вещь для тех, кто знаком с Георгом Петровичем, имеет отношение к Георгому Петровичу, имеет отношение к фонду и к семинарам, которые фонд проводит. В общем, это те, которые с фондом связаны, люди, которые здесь сидят. И есть, наверное, другие, которые читатели, которые привыкли или любят читать продукцию, которую делает студия Лебедева, и, значит, они пришли на презентацию нового издания, которое эта студия предприняла. Поэтому очень трудно, так сказать, учесть, кому что нужно сказать. Лучше задавать вопросы. Но то, что мне кажется, должно быть интересно и той, и другой категории присутствующих здесь людей, это то, что впервые за все время издания работ Георга Петровича посмертно, не те, которые при жизни там худо-бедно все-таки издавались, а посмертные издания. Их достаточно, там более 20 книг. Это первое издание, которое сделано людьми, не имеющие никакого отношения к методологии. И это очень интересно, потому что это люди, которые прочитали эти лекции, столкнулись с этими текстами, видимо, впервые. Ну, не впервые, но я вас скажу. Ну, близко к этому. И, так сказать, увидели все по-другому. Это было трудности нашей совместной работы, потому что у нас есть свои привычки видеть эти тексты и на них смотреть течение, и готовить их к изданию, вот эти 20 книг. И совсем другие люди, которые подходят к книге, я бы сказала, к искусству некоторому, и по-другому ее стараются представить. Это вот очень интересно. Не знаю, что там получится дальше, будут ли какие-то продолжения или нет, но то, что эта книга имеет вид непривычный для методологических книг, вот так, как мы привыкли их видеть, это факт. К этому еще, так сказать, ну, отношение, видимо, будет тогда, когда вы начали читать, смотреть, разглядывать, почему дизайнеры студии сделали именно так, а не по-другому, и так этот текст увидели. Это вот одна вещь, которая, мне кажется, здесь интересная. Вторая, о которой Андрей Русаков не сказал, но мы с ним вдвоем, как бы как два редактора, делаем уже переиздание второй книги Георгия Петровича. Первая была «Идеалист», я всегда была идеалистом, и вторая эта. Они отличаются от предыдущих изданий тем, что мы специально обратили внимание, как бы, или обращаем внимание читателей на то, что в книге есть целый раздел, который называется «Примечания». И эти примечания связаны с тем, что многое проверилось в тексте, просто проверялось. Это же устные были лекции, да, это человек говорил так, как он помнит, поэтому там есть уточнения по цитатам, по ссылкам и так далее. Но самое интересное — это то, что такие изменения за это время, эти 30 лет, произошли в стране, что многие вещи просто современные читатели не знают и не понимают. И вот эту нашу позицию я вчера с удовольствием на выставке «Нонфикшн» услышала, когда там попала я на обсуждение детской книжки Денискины рассказы Драгунского, которая издавала в 60-е годы, и сейчас, значит, некое издательство Елены Шубиной с очень красивыми картинками. Ну, в общем, такая очень красивая книга, произведение дизайнерской мысли сделано. Но люди, которые обсуждали это, вот замечание было такое, что даже Денискины рассказы с современными детьми не понимаются. Ну, какие-то забавные примеры, например. Непонятно, почему ребенок теряется, не может найти свой дом. Ну, это, так сказать, вещь известная, да, что там с этими домами и пьеса есть, и кино есть на эту же тему. Но ребенок нынешний не понимает, почему можно заблудиться на своей улице так, что своего дома нельзя узнать. Ну, вот у нас таких вещей не было. Ну, например, объяснять, что такое улица Горького, что такое пивная на улице Горького номер один и так далее, пришлось, так сказать, писать. Так что тем, кому окажется это странным, извиняйте, но нынешние молодые люди этого не знают. Я просто проверяла, я просто спрашивала молодежь. А вы знаете, что улица Горького это что? Понятия не имеет, где, есть ли такая улица в Москве, была ли, и если была, то где. Поэтому вот там много таких вещей, которые мне показались интересными. И, кроме того, есть целый ряд любимых цитат Георга Петровича, где источника мы найти не смогли. Там честно указано, что источник не найден. Поэтому, если кто-то, кто будет смотреть и знает, откуда это, что цитировал Георг Петрович, если вы нам напишите, мы будем благодарны. Потому что, если будет четвертое издание, мы тогда это дополним. В качестве примера приведу. Есть любимое такое высказывание. У него очень много было любимых цитат. Он с ссылкой на Максима Горького. Цитата. А что мы, провизоры, сделали для России? Людей, которые много читали или читают, я спрашивала. Знакомые цитаты. Все знают. В интернете первое, что идет, можно набрать, и сразу, значит, выходит текст, это ссылка на эти же лекции. На Георг Петрович Щедровецкого лекции Организации руководства управления, где этот цитат присутствует. Мне казалось, что это из Климы Сангина, но поисковик ничего там не нашел, и вообще по-горькому ничего не нашел. Литература веды, знакомые есть такие, которые вроде бы хорошо знают, эти литературу. Говорят, да, у Горького есть, тут и неизвестно где. Вот есть вот такие ненайденные, источник неизвестен. У Максима Горького, у Короленко и еще там какие-то вещи. Они указаны, что мы не знаем, что это такое. Что еще здесь Андрей рассказал из нашей работы? Будут вопросы. Тогда дизайнер. Так, друзья, спасибо, что все сегодня собрались. Я понимаю, что сегодня многие после работы пришли, многие, может быть, после учебы, может, кто-то прогуливает в свое вечернее отделение. Хвалю. Что можно сказать? Книжка получилась хорошая очень. Мы над ней постарались. Мы над ней старались около года. В основном срок, конечно, тянул я, как главный перстальщик. Но я был только один из тех, кто ее создавал. Начинала верстать книгу Анна Головина, тоже наш дизайнер в студии. И благодаря ей мне не пришлось возиться с сеткой книги. И, в общем, при ней еще книга уже приняла тот облик, который у нее сейчас. При ней там появился этот же печатный шрифт, который сделала наш шрифт и Виктая буквально чуть ли не за сутки. Это очень быстро. Это супербыстро. И все это делалось под чутким контролем Искандера Мухаммадеева. Это наш Митрампаж. Кто не знает, Митрампаж — это что-то вроде арт-директора, но специально для верстальщиков. И на самом деле Искандеру принадлежит большая часть идей, половина из которых вошла в книгу, что-то не вошло. Это, например, схема на полях, чтобы не пришлось листать куда-то там вдаль, когда лекс уже идет вперед. Что еще? Сама идея, насколько я помню, фиолетовых картинок и так далее. Сама идея — выделять байки Искандера Мухаммадеевского специальным шрифтом. В общем, он, мне кажется, один из тех, кто промучился с этой книжкой даже больше, чем я на самом деле. Искандер? Да. Вы помните, он как раз, когда мы обсуждали промежуточные работы, и все это он делал, находясь... В Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да. Мы обсуждали все по скальпу вместе. Так. Лично я знаком с этим трудом Щедровицкого, можно сказать, давно я... Это было четыре года назад, тогда Тема Лебедев впервые опубликовал в своем ЖЖ список так называемой рекомендуемой литературы. Большая часть, конечно, из этих книг была на английском. С английским я дружил очень плохо, и там было буквально две строчки про русских авторов. Один был Прохоров, русская модель управления. Мне не понравилось название, поэтому я даже не стал искать. Но второе, более нейтральное название, тогда, правда, называлось Организация руководства управления. УРУ, да. Ну, я решил, Тема советует, наверное, интересная книга. Тогда я не работал в студии, я в студии работаю ровно год, не больше. Не, чуть меньше, конечно. Я начал читать, как-то проникся, даже, кажется, прочитал это за день несколько лекций, понял, что ничего не запомнил, начал заново. Я их распечатывал, приходил, там у Лесеньки есть классный столик, это мой любимый столик. Я по вечерам приходил, ну, и прогуливал институт таким образом. Брал эту лекцию и потихоньку изучал их. Потом, через год, вдруг Тем пишет, что, значит, мы скоро издаем книгу. Это Щедровицкого. Я думал, ух ты, как здорово. Наверное, можно даже отложить, раз студия выпускает скоро книгу. Я люблю, как они верстают. И, в общем, я отложил мои распечатанные лекции и стал ждать. Ну, просто имел в виду, что скоро книга выходит. Ура, я это подожду, потерплю. Вот прошел год, второй, третий, и сегодня у меня есть прекрасная возможность при необходимости похвастаться, будто я не дотерпел, и пришлось пристать и сверстать самому все. Это очень весело было. Значит, что интересного было в этой книге в процессе? На самом деле, весь процесс записан на сайте и с картинками. Ну, не все читают. Наверное, не все вытечеют. Все вытечеют. Составлял его я, поэтому оно может быть там немножко грубоватым. Извините. Зря дом не поставили. Что? Зря дом не поставили. Что бы не поставили? Дом не поставили. Дом? Да, такой красивый дом. А, прекрасный. На самом деле, мы даже сфотографировали дом. Не поставили. Они поставили Мосэнерго дом. Ну, да. Сначала мы для примера поставили Мосэнерго. Это чисто значит... Но это не тот дом. Просто первый запрос Гугла. О, красивый домик. Ставим. Потом нашли настоящий домик, запросили. Заводник красивый. Да. Пришли, и там такое стоит, похоже на полузаброшенную коммуналку. Нет. Лучше что-нибудь другое придумаем. И нашли магнитофон. Прекрасный магнитофон. Выясняю, опять же... Я не знаю, точно ли это был 404-й. Это точно известно, что... Легенда? Да. На этот магнитофон. В общем, это одно из самых веселых... Самое веселое, что было в процессе создания книги, это был, конечно, разбор магнитофона ножницами по металлу. Конечно, там очень многое просто неразбираемо было. И процесс выглядит так. Вы разобрали все, что смогли, разложили красиво, собираетесь сфоткать, понимаете, что места не хватает. Надо как-то увеличить энтропию. Вы отрезаете кусок какой-нибудь от схемы, ставите, да? Потом это все равно не хватает, вы отрезаете все провода и так далее, и так далее. И постепенно достигается такая картинка. Да, так этим увлекли, что теперь это на обложке, на супер-обложке разборной. Ну, она изначально это предполагалось, и не... У нас на сайте другое написано, вы предполагали схему положить. Да, это Искандер предложил сделать схему. Очень понравилось. Вам понравилось? Да. Мне не очень нравилось. Ну, просто потому, что это была не моя идея, а моя идея была это разобрать магнитопон. Вот это не работает. Да. Слово богу, магнитопон круче по-любому. Так вот. Это круче? Это? Да? Это круче. Конечно. Хорошо. Так, что еще? Самое сложное было в процессе верстки — это не читать книгу. Все-таки я ее ждал три года. Поэтому вот это садишься, начинаешь листать то, что верстаешь. Потом очухаешься через час, понимаешь, что тупо пялился в экран все это время. Не работал. Но я не жалею, было интересно. Но я с радостью прочитаю еще раз. А самое яркое впечатление от всего процесса — это было, конечно, обсуждение промежуточного варианта с Галиной. И Андреем. Потому что мы там обсуждали буквально, наверное, каждую черточку, каждую картинку. Там очень много текста. В общей сложности книжка прошла, получается, через пятерых редакторов и одного корректора. Это, я думаю, там вряд ли это что-то осталось еще. Так, что еще? И это вот публики, которые не знакомы с фондом. Я не знаю, какое впечатление на вас произвели эти люди, но я могу сказать свое впечатление от работы с ними. Мне с ними работать было сложно, интересно, весело и страшно. Во-первых, потому что я всего-то, это моя первая книга, схемы рисовал я, при том, что рисовать я, конечно, не умею. Ну, компьютер помог, спасибо. И тут встречаешься с людьми, которые много лет разбирают все это и, ну, как-то не так себя чувствуешь, когда начинаешь с ними спорить. Понимаешь, надо. Тут что-то не то. Все-таки не мог, не могу я быть, наверное, правым. Но все-таки во многом поддержал, опять же, Искандер. Что еще? Значит, о чем книга, если кто-то не считал? Если бы слово «мозгоправ» не было привязано к психиатрам, я бы придумал это слово заново и назвал бы им как раз Георгия Петровича. Вот, он, книга именно учит думать. Это, знаете, одна из тех книг, которые делят жизнь до и после. У меня в жизни на мой молодой организм так появляли только две книги, точнее, двух личностей. Это «Гарри Поттер» и Георгий Петрович. Так, что еще? Я думаю, что надо здесь как раз сделать паузу для вопросов. Так, друзья, тебе вопросы, пожалуйста. Давайте я. Полный. Коллеги, есть вопросы? Главный-то вопрос. А почему магнитофон? Почему идея с магнитофоном? А, ну, кажется, я... На самом деле, идея засунуть на магнитофон обложку появилась задолго до того, как книжка подходила к концу. Когда я чувствовал себя больше, наверное, дизайнером, который любит красивые картинки, чем верстальщиком, который серьезно относится к тексту. Я помню, листал это картинки одного фотографа американского, имени не помню, МакЛеллон фамилия, да, вот. Это он знаменит тем, что разбирает все, что попытается под руку и красиво так раскладывает, фоткает. Потом фоткает, как будто эти объекты взорвались, еще как-то. Мне очень понравилось и стало немного обидно, что ничего подобного нету у нас. И как только появилась возможность, я решил, надо разбирать. Это другого такого шанса не будет. Вопросы, коллеги? Да. Из всех этих чудесных рассказов у меня никак и не стало очевидным, чья была инициатива выпустить вот в этом формате фонда или артемия? Артемия. Еще вопросы? Отвечу на незаданное. Книга продается внизу в магазине, если что. Я хотел задавать вопрос. Не знаю, уместен ли он в этой аудитории, но по поводу того, что вы сказали, формата, да? Ну, она спросила, чья идея. А, чья идея, да. Я однажды был постаренным, одиночным издателем, издал книгу перевода в табачниковую руку. Я очень гордился этим изданием. Делал это мой друг, который сделал такую толстую книгу, эстоник и вообще всего. А знаменитый библиофилм Марк Владимирович Расс, известный тоже в этой аудитории многим. Я сказал, что это книга не для чтения, это книга для Кункина, для книги посадки. Я сравниваю первое издание. Я не беру сейчас ни дизайн, ни редактуру, ни корректуру, ни примечательный человек. Я беру только сам факт. Вот, сравниваю первое издание, второе, которое был, сделал фонд, это издание. Вот скажите мне, у меня вопрос, Дмитрия, Петру, какого? Это книга для чтения или книга для работы? Ну, что надо сказать, что первое издание, это 2000-й год. Что это? 2000-й год издавала группа Льва Петровича Щедровецкого. 2003-й год, это то же самое, с некоторыми изменениями. Фонд здесь ни при чем, фонда еще не было тогда. Тогда, когда первые две книжки вышли, были изданы, фонда как такового не было. Люди были, фонда не было. Я про фонд еще не говорю. Поэтому эта книга совершенно другого типа. Я совершенно не об этом спрашиваю. А с чем вы будете работать, с той или и с этой, это ваше дело. Работать можно и с той, и с этой. Ну, смотри, у меня другой ответ. Когда мы готовили к изданию первую волну текстов... Ты имеешь в виду 2000-е годы? Ну, 2000-е годы. Да, начиная с 94-го, 95-го. Вот, и условно, условно, до 2005-го. Мы исходили из того, что существует некий абстрактный читатель, которому не хватает знакомства с текстами Георгия Петровича. И, честно говоря, объем работы, который затрачивался на подготовку этих текстов к изданию, был минимальным. Выбирался определенный класс текстов. Желательно максимально уже готовых. Не требующих дополнительной большой работы по редактированию, формированию вот этой системы ссылок, сносок и так далее и тому подобное. И они издавались, ну, в экономическом варианте. К середине 2000-х годов, вот я лично пришел к выводу, что этот этап закончился. Нужно тратить гораздо большее время на подготовку, давать развернутую систему комментариев и менять стилистику этих изданий. И здесь, опять же, с моей точки зрения, фонд столкнулся с некими естественными ограничениями, связанными с характером его кадрового обеспечения и структуры. Ну, потому что, в конце концов, Галина Алексеевна профессиональный редактор. Но, наверное, и все. Она точно не издатель, она точно не ориентируется на рынок, который сегодня существует. Она его не знает, не видит. Ну, и про меня ей вообще нечего говорить. Поэтому появление, в том числе и определенной новой системы требований, к продукту под названием книга, я считаю чрезвычайно важным. И я благодарен, я еще раз повторю, и Артемию лично, потому что это его инициатива, я ответил на вопрос. И издательству, которое проделало всю эту работу, за то, что она взглянула, ну, она позволила нам взглянуть на этот текст немножко другими глазами. Когда вы его будете листать, смотреть фотографии, смотреть решения, то, ну, часть вопросов, наверное, снимется. Сегодня нет необходимости в эпоху интернета, так сказать, просто тиражировать сами подстрочники. Особенно учитывая, что, ну, так, чтобы вы себе представляли, на сегодняшний день мы издали приблизительно десятую часть текстов Георгия Петровича. Приблизительно десятую часть. И, например, в проекте издания, в собрании сочинений в десяти томах, у нас проблема не в том, что мы эти десять томов набрать не можем, а в том, что как бы нам вместиться бы в эти десять томов. Уже известно, что нельзя. Да. Вот. Просто, чтобы, еще раз, чтобы вы понимали, так сказать, суть этой ситуации. Объем работы, который нужно проделать с этими текстами, запредельный. И отсутствие, как я сейчас люблю говорить, в системе разделения труда по изданию текстов Георгия Петровича профессиональных позиций, мне кажется, нам сегодня мешает. Этот проект частично восполняет этот дефицит. А для работы или, значит, для того, чтобы поставить на полку для искусства, да, знаете, для меня этот вопрос не стоит, потому что, когда я в своих 30 тысячах книг пытаюсь понять, какие из них я все-таки прочел за свою жизнь, вот, я должен сказать, что меньшую часть. Ну, я бы еще здесь бы добавила в ответе на этот вопрос. Вот я уже говорила, что мы вчера были на нонфикшен с Андреем. И, значит, народу куча, люди ходят на выставку и просто толпой, толпа, что они читают? Или они... Че туда ходят? Книги очень дорогие, но очень красивые. И наши... Это же не сказки, которые детские рассказывают. Нет, смотри, все книги очень красивые, даже те, которые не сказки. А, например, вот то, что я купила, элита монгольской империи в Петербурге, это очень красивая книга. Так же запечатано, все, дизайнер там работал. А, вроде, она научная книга. Мы пришли с Андреем к такому выводу, что меняется совершенно, и, может быть, Марк Владимирович, это будет интересно, отношение к книге. Потому что читать можно в интернете, и там гораздо удобнее. На мониторе читать удобнее. И вы можете что угодно, и как угодно поставить, вернуться, уйти дальше, вырезать кусок, еще что-то сделать. Вы там свободны, и, пожалуйста, работайте, и что хотите, то и делайте. Мне кажется, что читать нужно там. А вот книга теперь... Ну, теперь главный человек, как я вот вижу в книге, это, вообще-то, говорят, дизайнер. И поэтому, вот помимо этого элиты Монгольской империи, я купила книгу, которую я читала. Я ее кручу покупать, если она известна, я ее читала. Но она так красиво издана, что я не могла удержаться. Называется «Одиночество в сети». Это вообще художественная польская литература. Но издана очень красиво, и в формате, и обрез, и рисунки, и выбор шрифта. Вот это произведение искусства, мне кажется. Поэтому книжку теперь нужно держать для красоты. Спасибо. Ваш вопрос был? У меня будет два вопроса. Петру Георгиевича. Вы уж меня извините за разумеверенность, но я все-таки вернусь, буду идти к теме Георгия Петруевича, к его личности через манипофон, который задержан на отложке данной книги. Нам сегодня сказали, что этот манипофон связан с иностранным личностями. Я бы хотел задать два наводящего вопроса Петру Георгиевичу. Может быть, как-то этот манипофон связан с Георгием Петровичем? Может быть, все-таки этот манипофон связан с его жизнью и деятельностью и заслуживает того, чтобы быть помещенным вместо фотографии на обложку книги? Может быть, именно на манипофоне Георгий Петрович в своих реакциях показывал отличия подходов ученого и инженера? Спасибо большое. Вы знаете, наверное, формат нашей презентации не очень позволяет произносить какие-то длинные комментарии, но я позволю себе отреагировать на этот ваш вопрос. Кружок начинает работать в 1954 году. Ну, реально, может быть, раньше, 1953-1952 год. Наверное, вы, интересуясь историей Советского Союза, приблизительно представляете себе атмосферу тех лет. Это смерть Сталина. При этом вы понимаете, что фактически проходит очень небольшой промежуток времени, когда интеллигенция начинает позволять себе то, что еще несколько лет назад она не могла себе позволить, потому что за такие, так сказать, эскапады можно было, в общем, загреметь сразу в лагерь. Что и происходило с некоторыми членами кружка даже в начале 50-х годов. 30 лет фактически в гуманитарной сфере почти ничего не происходит. Потому что вы понимаете, что Лосев за свои работы раннего периода сел в начале 30-х годов, и все, что он писал дальше, он писал в стол. Вы понимаете, что вот сейчас мы начинаем там составлять в связи с этим проектом философской серии, мы начинаем составлять список. Вот у меня уже больше 150 человек непосредственно расстрелянных и замученных из области философии гуманитарных наук. Переводчики с различных языков, специалисты в определенных узких областях, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, Георгий Петрович собирает кружок, семинар, и они начинают обсуждать гуманитарную проблематику. После 30-летнего перерыва. После ситуации, как вот он мне лично рассказывал, он говорил, что, собственно, преподаватели философского факультета Московского государственного университета отличались тем, насколько у них хватало смелости в своих лекциях по философии обсуждать исключительно досократиков. Анаксимандра, Анаксимена, Фалеса, или они набирались смелости дойти до Платона и Аристотеля. Что делает Георгий Петрович? Георгий Петрович берет монетофон комета, вам повезло, что вам не пришлось его разбирать, весил он 27 килограмм. Да, 27 килограмм. Георгий Петрович носил его на семинары и на бобинный магнитофон записывал дискуссии. После этого эти дискуссии там худо-бедно расшивались, ставились на полку семинара. Когда его спрашивали, зачем он это делает, вот зачем он вот этот, ну, там, ну, бред, да? Ну что, что могут говорить люди, собравшиеся на семинары, обсуждающие какую-то тему, фактически для них с нуля, без школы, без истории, без опоры на мировую литературу, которая не существует или частично находится в спецкране, но недоступна, без опоры на свою собственную философскую культуру. Он говорил, так начинается культура. Мы не первый раз, мы люди, переживаем подобную ситуацию. Да, всегда есть подобные истории. Да, Цин Шихуанди топил интеллектуалов в нужниках. 20 тысяч человек, говорят, утопил. После этого 200 лет восстанавливали какую-то элементарную культуру мышления. Поэтому начинать надо с себя и с дисциплинирования своего собственного мышления. А дисциплинирование возникает в том числе за счет того, что вот у тебя стоит магнитофон, все это записывается, потом ты же сам имеешь возможность прочитать, что ты такого наговорил. В следующий раз, так сказать, подумаешь, как это сейчас пишут в интернете, прежде чем что-то сказать, убедитесь, что ваш язык, так сказать, привязан именно к мозгу, а не к чему-то другому. А, легенда, это уже, это уже, это уже, это уже вообще развитый Советский Союз. Понимаете, это маленький, компактный. Вот, значит, как сейчас помню, Институт физкультуры помог закупить там 20 штук, и на них записывались текущие семинары и игры. Но библиотека кружка существует, ну и представляет одну из существенных частей его архива. Поэтому, если хотите, это как придумать письменность, это как придумать новый язык, начать записывать заново новые системы символов, знаковых средств, свою, так сказать, ну, свою работу, интеллектуальную работу. С этой точки зрения, я считаю, что это хорошая находка, да, на обложку, зафиксировать именно этот предмет, этот тотем методологического кружка. Теперь, сам Георгий Петрович не разбирает, ну, непосредственно, да, вот как бы он не разбирает техническую систему. Но, с другой стороны, вы можете сказать, что атомная станция, ну, что, это тот же самый агнитофон. Это сложное техническое сооружение, которое состоит там из 26 подсистем. Я вам теперь как почти профессионал говорю. Да, каждый из этих подсистем стоит в свою очередь там. Ну, и всего там порядка 27 тысяч узлов и комплектующих, которые нужно собрать в работающих технических объектов. Метафора сложной технической системы в работе ММК важна. Она не доминирует, но она, безусловно, важна. Это, ну, если хотите, второй смысл. Моя точка. Да. Громко. Дам вопрос. Вопрос следующий. Мне известно, что первое название было, когда книжка издавалась, организация руководства управления. Сейчас я отсюда смотрю, называется он управленческое мышление. Снял с языка. Да. Вот в этом смысле и предполагаю, что авторский коллектив, он движется установочным образом, предполагаю, что за этим есть некий замыс. Можно по этому поводу что-нибудь пояснить? Нет, вы не правы. Вот я не зря принес эту кучку. Вот титульный лист показывает, вид, но нет, не знаю. Она так же называлась точно. Мы не меняли название. Нет, смотрите, давайте как бы разделим два разных вопроса. Аутентичность, название или самоназвание. И некоторые базовые представления, которые, скорее всего, для вас и являются самым главным в идентификации подхода Георгия Петровича Московского металлогического кружка. Георгий Петрович действительно различал три типа работ внутри сферы управления. Но я должен вам сообщить, я однажды читал про это большой доклад на чтении, что то развлечение, которое он вносил, кардинально отличается от того, которое я очень часто слышу у неофитов. Потому что Георгий Петрович считал так, что есть простой вид работы, организация, можно сказать, базовый, когда фактически речь идет с функциональными и морфологическими структурами. Есть более сложный вид управления, когда работа идет с працией асами, а есть самый сложный вид работы, называется руководство. И в его известной статье о двух типах отношений руководства в групповой деятельности детей, поскольку сам феномен первоначально был эмпирически обнаружен на детских играх. Там написано, что а вот руководство, это вообще за предел. Но, так сказать, в современной управленческой литературе это то, что в большей степени подпадает под понятие лидершип, лидерство. Вот то, что Георгий Петрович понимал под руководством с большой буквы, это то, что сегодня во многих концепциях управления понимается под лидерством. Когда мало организовывать, мало управлять, надо еще вдохновлять. А обычно, к сожалению, я сегодня слышал другую трактуру, что вот есть какое-то руководство, ну такое, упрощенное, типа администрирование. А вот есть, значит, а есть управление. Но я к тому, что эта триада, она действительно была важным предметом размышления в управленческих студиях Московского металлогического кружка. А название или автоназвание, оно не менялось. Да. Здравствуйте. У меня 22 лет, и вот я прихожу в магазин, и я вижу книжки там, японцев, друкера, еще какие-то. Кого? Друкера. Друкера, да, по управлению менеджмента. Вот, чем идеи Щедровицкого вот сейчас актуальны для таких людей, как я или вообще для России? Я просто прочел вот организацию вопросов управления и ну так будет почти дополнительно. Мне тоже ровно 22. И встречный вопрос. Читал? Талиба. Да. Черный лебедь. Вот такой пример, насколько он сегодня актуален. Первое, кажется, глава Талиба Черный Лебедь. Там обсуждается то, что было бы с человеком, который поставил бы железные двери в самолетах в кабину пилота до 11 сентября. Не случилось бы теракта, но его бы просто очень не любили бы за трапу средств. Так вот, вся эта глава умещается в два абзаца первой лекции Георгия Щедровицкого, который был написан в 80-х годах, о том, что нужно учитывать пустые места, что нужно уметь погасить положительный эффект возможный, а не просто справляться с последствиями того, что случилось. вы знаете, но я совсем по-другому отвечу. Моя позиция выглядит предельно просто. Нельзя учиться по книгам. книги это знаете, вот в той области, в которой приходится работать мне, книги пишутся приблизительно через 10 лет после того, как тема ушла. и когда вы сталкиваетесь с какой-то литературой, то вы всегда должны понимать, что это обычно с учетом того, что перевод отдален, это всегда отражение очень старых практик. я очень люблю работы Питера Друкера. Я считаю, что он для 70-х годов в Соединенных Штатах он действительно мэтр. И он сумел сформулировать для американской управленческой элиты целый ряд вещей, которые для нее в тот момент представляли собой вызов. Но практики управления там у них и у нас совершенно другие. И поэтому Георгий Петрович безусловно для своего времени ставил вопросы внутри российской ну и советской управленческой культуры со всеми ее плюсами и минусами. Поэтому я бы на ваш вопрос ответил так. Все зависит от того, какую задачу вы хотите решить. Потому что если для вас Друкер это калитка в понимании определенных технологий и способов принятия решений например в американской управленческой культуре то конечно Георгий Петрович вам здесь не помощник. Он ничего про это не понимал и эта книга не про это. Но если вы хотите понять как был устроен Советский Союз и какие практики управления в том числе сохраняются до сих пор то Советский Союз никуда не делся. То я считаю что Друкер вам здесь никак не поможет. ну почему ну вы знаете про огромный массив я бы не сказал вы назвали хороший пример но я бы может быть к этой фамилии добавил еще там трех четырех авторов всегда есть всегда есть осевые авторы и всегда есть большой массив интерпретационных текстов вот например Аков для тех кто пытается приложить системный подход в управление является осевым автором начиная с его ранних работ по теории систем там например о целеустремленных систем она даже на русский язык была переведена там в середине 70-х годов если мне память не изменять а написана была вообще в конце 60-х ну или там система техника Гуда и Маккола 62-го года а сама работа написана там в середине 50-х это осевые авторы а остальные ну я так мягко скажу это все пересказ худший лучший да там можно обсуждать дидактику этих текстов можно обсуждать метафорический ряд этих текстов да но осевые работы в области управления ну за 20-й век ну может быть десяток вы найдете не более того вот Георгий Петрович с моей точки зрения претендует занять место в этом ряду я не знаю получится это не получится это отдельная большая история потому что вы же тоже должны понимать такую простую вещь что сегодня например вот мы переводим работы Георгия Петровича на английский язык есть большой проект связанный с этим но главный вопрос который нам задает так сказать наш контрагент там крупное издательство которое взяло на себя риски представить Георгия Петровича сегодня англоязычной публики Георгия Петровича того времени представить сегодня англоязычной публики главный вопрос звучит следующим образом а что вообще страна проигравшая конкуренцию глобального ну вообще может кому-то сказать это что должно идти в рубрике забытые мыслители прошлого или это актуально интересно сегодня непростой вопрос на него нет однозначного ответа поэтому многое зависит от той задачи которую вы хотите решать а список мне кажется будет небольшим ну как в любой области еще раз какая первая первая вторая в нее в нее не вошла вторая вторая это одно и то не, не, не это разное не путайте другой цикл вам нравится я с нее посвящен можно тогда я задам вопрос теперь вы уже посмотрели книжу посмотрели издание можете сказать понравилось говорили о том что сейчас книги другие они действительно от просто носителя информации перешли в такой предмет произведения искусства вот в итоге издание оправдало ваши ожидания или а? да конечно ваши ваши Патра Георгиевича Андрея Давид уже сказал я могу сказать таким образом у меня никаких ожиданий не было вернее если они были то они были другие я в общем ответила на этот вопрос эта книга не похожа на то что мы издавали до сих пор и и вчера на выставке когда я посмотрела как ее смотрят как ее покупают не то как я думаю а как люди к этому относятся я вот сказала тоже что Петр сегодня вначале сказал что это другой тип и он мне нравится потому что это соединение совершенно другого подхода студии Лебедева и нашего представления о том как это должно быть дает совершенно другое произведение как книжного ролика совершенно другое и оно в этом смысле очень интересно даже и внутри все что мне раньше не нравилось теперь мне кажется да наверное так это ничего может быть это и важно не значит что ее надо читать можно я вы знаете я отвечу на ваш вопрос с байкой эту байку мне рассказал Александр Алексеевич Пятигорский когда мы с ним в какой-то очередной раз там гуляли по Лондону значит он мне рассказал очень хорошую историю я приехал из Советского Союза в эмиграцию поступил работать в университет и у меня была готова книжка по буддизму я был очень горд этой книжкой находясь в Советском Союзе и мне посоветовали обратиться к одному очень крупному издательству два брата еврея значит крупное серьезное издательство научной литературы и мне повезло они согласились со мной встретиться пообедать я принес книжку долго о ней рассказывал книжка была издана или нет 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 это была рукопись они сидели ну там натянуты улыбались и потом один из них сказал Александр Моисеевич мы много о вас слышали и нам очень неудобно мы вот уже с братом тут обсудили так вот между собой нам очень неудобно но мы вынуждены вам сказать мы можем ее издать мы можем предложить вам гонорар в 100 фунтов ну Александр Моисеевич пораженный в обескураженный и один из них начинает оправдываться он говорит Александр Моисеевич вы поймите мы же вам ее не заказывали ну короче прошло некоторое время довольно много и приблизительно через 12 лет ему позвонил один из этих братьев сказал мы хотим с вами встретиться и сделать вам предложение они встретились опять и один из них говорит вы знаете мы хотим вам сделать предложение мы хотим вам заказать книгу о масонах Пятигорский говорит но я не специалист в масонах он говорит мы знаем но мы внимательно следим за вашим творчеством и мы понимаем что если вы напишете книгу о масонах это будет ну это будет успешный проект но я не специалист по масонам ну да мы понимаем поэтому мы не настаиваем вы подумайте но мы хотим вам сразу сказать что вы получите гонорар 15 тысяч фунтов и еще отчисление от продаж Пятигорский говорит я ушел злой вот мысленно мы теряем и практически забыл об этом разговоре а дорога от дома до университета у меня говорит каждый раз пролегает мимо музея масонства вот каждый день прохожу мимо и через год я сказал себе дай-ка я туда заеду зашел походил по музею посмотрел книги взял пару почитал дома какую же глупость они пишут позвонил им и сказал я готов книга продавивалась за 200 фунтов каждая вот цена одного эземпляра 200 фунтов он написал эту книгу поэтому я просто хочу сказать вам что в системе разделения интеллектуального труда важны все позиции вы выступили по отношению к ну уже покойному Георгия Петровича в виде ну если хотите издателя ну издателя продюсера да вот в этой позиции повторю мы как фонд не можем занять эту позицию у нас другой взгляд вы увидели в этом в том числе другое содержание а не только форму организации и поэтому я считаю что этот опыт чрезвычайно важен для фонда и для творчества ну наследия Георгия Петровича как ты предлагаешь как предполагаешь какое есть дело у тебя следующее предложение а я вообще ты знаешь ничего не предполагаю да я поскольку значит за последний год я издал сколько там 17 вот сейчас вышел 17-й том этой нашей философской серии второй второй части значит Сорокин вот то я к этому отношусь как к производственному процессу да мне нужно издать 60 томов а потом я остановлюсь и посмотрю на все это со стороны ладно это за пределами разговора я ответил ты будешь что-то говорить да пару слов скажу значит дело в том что так получилось что исходно я был переговором со студией Легене то есть я еще и заместитель директора по-моему редактора и вот и как только значит очень непросто складывалось на самом деле это все предложение один менеджер который его делал официально потом уволился как я понял и уже только со второго захода где-то через два года эта история всплыла и я сказал Игорь Ильичевич что если студия Лебедева предлагает нам издать книгу это конечно будет но это будет так что никто еще так как Георгий Петрович не издавал вот это было совершенно мне понятно и вот когда я уже держу готовую книгу собственно Ты горд Да так же как Лебедев написал в своем же Я горд тем более что несмотря на все трудности о которых точнее о которых помянул мне рассказал Давид нам тоже с Галиной Алексеевной было довольно тяжело с ним работать и тем не менее мы получили то что хотели хорошо друзья мои давайте завершать может быть какие-то животрепещущие вопросы остались на которые вот вы теперь видите мы можем ответить по чем стандартная цена у меня вопрос магазин внизу вот я тут сидел чисто из любопытства вопрос кто-нибудь из зала есть кто не читал эту книгу еще три человек хорошо значит когда я первый вопрос услышал о том для чвана для работы или для чтения я ее как выяснилось чуть позже понял неправильно потому что я однажды дочитав до какого-то момента задавал себе вопрос а как мне ее вообще в жизни использовать это полученное знание и потом когда верстал где-то в конце сейчас будет спойлер там есть такой момент есть такой человек заргаров я не очень понял это кто это но диалог мне понравился Щедровицкий говорит заргарову о том что на магнитофон записано как он говорил что в гробу видал системный подход это прекрасный момент потому что это насколько я понял этот самый заргаров человек довольно опытный и в общем вопрос ответ на вопрос сможете ли вы использовать в жизни это знание полученный из этой книги я без понятия но наверное точно не полностью как оно дано потому что дан очень сложный инструмент это как который возможно в вашей жизни и не будет такой сложной проблемы для которого нужна эта книга но в любом случае мозги она ставит на место спасибо Азаргаровой можете прочитать примечания спасибо 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 Продолжение следует...